Фильм нужно воспринимать в контексте всех других работ Бертрана Блие, потому что если их собрать воедино, это получится целый структуралистский анализ современного общества. И его несущие опоры, это не скрепы, конечно, духовные, а проституция, насилие, фундаментальные структуры насилия и взаимной эксплуатации, что при всем французском юморе, при вот этом гротеске, которую Бертран Блие в каждой картине есть, дается, тем не менее, довольно сурово. Но вот если мы вспомним его, те картины, которые мы уже видели в киноклубе, холодные закуски, вот насилие сверху донизу, история убийц, где все очень мило, так по-домашнему, тем не менее, люди друг друга едят на работе, убивают быту. Это самая обычная история. Посмотрим еще фильм «Отчим», про еще один вид извращения. Посмотрим фильм в развитии темы, как будто бы он начинает с того места, на котором закончилась эта картина «Мой мужчина», про проститутку и сутенера, причем какой сутенер, просто она находит на улице бродягу и делает его своим любовником-сутенером. Тоже вылепливает для него социальную роль, самую адекватную обществу. Ну и разные-разные другие фильмы, начиная с вальсирующих, показывают нам, как в действительности выглядят без всякого уже юмора социальные институты. Вы, возможно, пока что увидели только фривольную историю, но в ней очень много на уровне литературности, таких философем, афоризмов, которые Бертран Блие по всему тексту рассыпал, подсказок, и она превращается в вольтеровский трактат. И он, конечно, очень критически заточен. Ну, вспомним самое начало картины, сидят двое, как часто мы это видели в фильмах Бертрана Блие, в какой-то кафешке, в ресторане, неважно. И уже за несколько секунд нам понятно, что у них взаимоотношения, и они строятся тоже на такой логике социальных ролей. Она упрекает его в том, что он ничтожество, какой же ты мужчина, у меня нет того другого третьего. И поэтому обычные упреки с точки зрения женщины, мужчины в несостоятельности, вот эта апелляция к обязательной его маскулинности, один, конечно, из двигателей общества, потому что, как бы сказал русский философ Федоров, вот эта половая конкуренция, это стремление самочек прихорашиваться, самцов сталкиваться рогами. На этом строится весь прогресс, научно-технический, индустриальный. И поэтому шутки шутками, но вот подумайте, какой это мучный рычаг, когда женщина говорит мужчине, слушай, да ты не мужик, у нас я мужик. Ну и пошло-поехало, давай доказывай, бери ипотеку, устраивайся на вторую работу, паши-паши-паши. Поэтому смешно, но не очень. Ну а дальше вот как раз появляется такая другая альтернативная модель мужчины, где махнул рукавом, там полетели денежки, там нюхнул и золотые слитки. И поэтому, помните, она тоже проговаривается так очевидно и откровенно, и тоже по-женски непосредственно. Да я всегда хотел жить с вором. Посмотреть на инстаграмы наших каких-то звездулек, жен футболиста, собственно говоря, вот вам, пожалуйста, такая женская стратегия, но не с вором, так с пекулянтом, с мошенником. А то и правда, вот там, где на яхтах о разных олигархах обслуживают дамочки и легкого, и среднего поведения, идеальная для женщины мечта. Найти такого воротилу, неважно, откуда он деньги берет, правда, лучше не задумываться. Из-под коврали или из какого-нибудь трастового фонда, это дело уже 25-е. Поэтому тоже оговорочка оговорочкой, а она очень симптоматична и показывает, как устроено отношение женщин и мужчин, если они вписаны в такую систему координат, где деньги берутся, конечно, из ниоткуда, а надо их из живых людей выжимать, извлекать. Ну и вот дальше, понятно, что раз мужчина должен заставить себя уважать, вот он начинает примерять на себя эдакую роль мачо. Мы это недавно в киноклубе обсуждали в связи с фильмами Бергмана, «Стыд», например, и вот там то же самое. Она упрекает, помните, Лифульман, «Ты не настоящий мужик, ты не можешь постоять за себя», что дальше в итоге, в итоге он берет в руки оружие и убивает. Вот тогда ты мужчина, тогда она идет за ним уже не пикая. Ну и здесь аналогично, как только он становится мужчиной, это означает, что он не только теперь может за себя постоять и тоже возьмет руки оружия. И помните, вопрос возникнет, когда ты убивал, но обязательно это случится, когда придется убивать, как будто мы оказываемся на территории фильма «Холодные закуски», и поэтому вот из этой роли вытекает все остальное. Мужчина занимается насилием, это фигура, которая для армии и полиции незаменима, женщина там, прачка, кухарка. Помните, в итоге, как ее делают королевой? Обычное предложение женщины сделать ее королевой сводится к тому, что она оказывается на кухне с грудой, посудой, да еще по расписанию. Я сказал «восемь», значит «восемь». И поэтому вот тут уже не забалуешь. Все представляют собой вот именно такой способ отношения уже со стороны мужчины к женщине. Ну вот, место, иначе говоря, определяет человеческий статус. Помните, как только знакомится Бопа Антуан, он спрашивает Бопа Антуана, «ты кто, механик, безработный, бандит?» «Нет, так значит, это пустое место». Вот такие клише, которыми тоже можно воспользоваться, как на визитной карточке. Директор какого-нибудь, правда, финансового учреждения, «О, да, ты мужчина». А если вот на этой карточке нечего написать, то пустое место, скорее всего. Ну и вот, если вместе с Бобом принюхаться к тому, как рядом по соседству что-то вот такое чувствуется, это метафора, конечно, этот его нюх огромного носа Жерар Депардье, это не парфюмер Зюзкин, да. Это вот такое, скорее, унюхивание какой-то микромолекулярной структуры всех вещей, потому что, правда, не только слитки на чердаке, но вообще вот деньги, деньги повсюду, повсеместно определяют все отношения между людьми. И поэтому, если у тебя хватает наглости, смелости, цинизма даже эти деньги добывать, значит, ты состоятельным в своей социальной роли. А если нет, если ты не вор, не футболист, не бандит, не механик, чувствительный механик из другого фильма Бертрана Блие, то, к сожалению, делать нечего. Ну вот одно и другое, два эти полюса на одной половине безработные, маргинальные элементы, такие как вальсирующих на другое и люди состоявшиеся. Вы здесь их видите во второстепенных ролях. Это такие виллы, которые мы тоже можем видеть в инстаграме. Знакомые интерьеры или, знаете, такой материал для фонда борьбы с коррупцией. Вот так вот и выглядят эти интерьеры богатого, успешных, знаменитых людей, если побывать внутри. И также примерно они во вкусах своих постоянны, как этот герой Брюна Кремера, богатый, состоятельный гей. Ну вот понятно, что эти и те, и другие, они взаимосвязаны в целую систему координат, и Боб по ней свободно гуляет, как гид какой-то путеводитель по этому социальному пространству. Не нужно его воспринимать романтиком, вот как героев, может быть, других фильмов Бертрана Блие, как тот же самый вальсирующих, например, Жан-Клод. Это, конечно, циник и человек, который просто знает, где что как лежит. И помните, даже его якобы свобода в выборе объектов нападения тоже, она имеет крышу и гарантии четкие. Поэтому это человек, который четко понимает, как все устроено. Ну вот, тем не менее, если посмотреть на оба полюса, богатые и бедные, успешные и маргиналы, понятно, что переход на другой уровень, вот как это Прудон определил, собственность есть кража, определяется только этим. Это французское определение, для этого фильма оно очень здорово годится. Только протяни руку, только имей немножко наглости, ты обязательно схватишь свой кусок. Поэтому в молекулярной структуре, если у тебя есть на нее нюх, если ты понимаешь, что нужно делать для того, чтобы разбогатеть, способ решения проблемы только такой. Это один момент. Мир устроен, к сожалению, как одна большая ярмарка, барахолка или биржа. И нет ни одного эпизода фильма, который бы в эту логику не встраивался. Любовь не любовь, но, как вы помните, он подкладывает потом неопытного своего любовника туда, где куш побольше. Поэтому здесь он тоже поступает как прагматик. И все остальное прочее, что здесь тоже может показаться игрой, в действительности в эту неумолимую логику встроено. Ну а другой момент этой конструкции социальной, это, конечно, проституция сверху донизу. Потому что не обязательно шлюха женского рода. Шлюха это и мужчина, и мужского, и среднего, и любого рода, если это финансовое учреждение. И поэтому здесь вот эта вот проституция, она тоже пронизывает абсолютно все уровни. Потом мы посмотрим фильм, специально посвященный феномену проституции. Ну вот тот самый мой мужчина. И будем разбираться в разных оттенках проституции, потому что ясно, что она не только вот такая, которую можно видеть где-то на улицах, она еще и очень может быть престижная. Она представляет собой и офисную проституцию. И вот понятие мы в связи с фильмом Гадара вводили окказиональную проституцию от случая к случаю, чтобы свести просто какие-то долги, кредиты, балансы. Это все Франция проходила в те же, например, растущие 60-е и 70-е, когда благополучные французские домохозяйки занимались проституцией казиональной от раза к разу для того, чтобы не прогореть своим хозяйством. И поэтому свингерство тоже другой вид, то ли развлечение, то ли проституция, когда ты подкладываешь к приятелю свою как бы жену, а тоже на самом деле дежурную подстилку, как часто бывает в современных семьях, когда отношения между мужем и женой тоже проституция, потому что это вот такая торговля телом за какие-нибудь выгоды, когда в обществе вот в этой знаменитой парочке футболист, жена футболиста там понятно, что речь идет не о любви, а о больших амбициях, бюджетах. И это обычно не история женитьбы, кстати говоря, а история развода, что тоже показательно, что тоже, если мы за Инстаграмом не следим, прекрасно понимаем. Поэтому ловят одни рыбочки других, акулы, пираньи, все в деле. И вот этот весь огромный зоопарк, зверинин, со всей иронией показывает Бертран Блие. Здесь очень много таких фраз, афоризмов, которые показывают, что картина очень грустная, и те, кто думает, что Бертран Блие этот мир показывает симпатией, те, конечно, не понимают, в принципе, его методики и подхода. Просто у него прекрасное чувство юмора и великолепный литературный талант. Это лучший сценарист, наверное, французского кино. Есть и другие фильмы по его сценарию, не только собственные. Но ясно, что вот как такой философ, вольтерьянец, как человек, который очень критично относится уж, конечно, к конституту проституции, он показывает это все без малейшей симпатии. А формулы, которые здесь выдаются, они чеканны. Их можно просто на доске где-то вешать в учреждениях. Я всегда мечтал оложить свором. Это вот надо эпиграфом взять, как очень многим альянсам. Или помните это вот красивое выражение, когда они оказываются в семье скучающих буржуа. Ну, тоже вот из первого, наверное, десятка, первой сотни богатых, знаменитых. Вот формула следует великолепная. Мы меняем нашу скуку. Они, точнее, хотели поменять свою свободу на нашу скуку. Вот этот вот риск и свободу на нашу скуку. Это верхние и нижние этажи связывает. Ну и дальше. Очень красиво, если пробегаться по страницам фильма, мы видим, как эти отношения проституции, эксплуатации и денежного расчета приводят к перемене участи и перемене статуса. И получается, что тоже вот в такой мрачной формуле Бертрана-Блие идеальная семья – это семья уже двух или трех проституток, потому что вот в ней-то в этой семье все нормально с доходом, там уже не приходится сводить концы с концами. Там все прекрасно с какой-то очередью на взаимоотношения. И вот то, что сначала семья вырождается в мезальянс, или она изначально была мезальянсом, а потом она превращается в какой-то кооператив проституток. Ну вот в финальной сцене мы это видим большими крупными буквами. Сидят три подружки, для которых неважно на самом деле женщина ты или мужчина. Это просто вот такой товар на рынке, который наиболее рентабелен. И это тоже, кстати, великолепная формула, как давным-давно известно в современном мире моды и рекламы, гламура и вот это вот всеобщий супермаркет. Любая женщина прикидывается вещью, чтобы быть востребована в мужской экономике, а любая вещь прикидывается как в рекламе женщиной, чтобы быть проданной. Вот абсолютно неумолимая логика. Поэтому то, что в итоге мы видим трех женщин, ну вот это просто, к сожалению, прагматика социального обмена, потому что помните, как там рассуждает Депардье о недобросовестной конкуренции. Для того, чтобы втюхивать не обязательно чулки, а не знаю, хоть шины, хоть электропилы, женская фигура просто более правильная, более как образ, как такое клише, более узнаваемая и сексуально симпатичная. Вот женщина это вещь, вещь это женщина. Вот к этому сводится, к сожалению, финальный анализ картины. Ясно, что в этой игре может быть только такая ставка на понижение статуса человеческого. Мы в начале фильма еще видим Антуана и Моник какими-то живыми людьми, у которых есть настоящее чувство, стыдливость, например, которую тоже нужно преодолеть, положить к ногам для того, чтобы быть рентабельным, состоятельным. Потом мы, конечно, видим уже просто вот эти маски, где на лице сплошная маска и уже не видно ничего, что за ней. Но вот это такая неумолимая логика превращения человека в аватар. Она и в других фильмах Бертрана Блие, но таких вот именно критических очень хорошо очевидно. Поэтому все это норма, мы к этому привыкли. Мир без проституции, без власти денег многими воспринимается как фантазийный. Нет, не может быть, чтобы эти законы кто-то смог отменить. Но проблема в том, что вот когда мы смотрим фильмы, подобные этому фильму Бертрана Блие «Вечернее платье», мы нашу недодуманность, нашу, возможно, неуверенность в своей собственной социальной роли и тех жертвах, которые мы заплатили за какой-никакой успех социальный, переносим на экран и адресуем это героям фильма. То есть мы полагаем, что вот это вот проблема опять-таки кинематографа Бертрана Блие или зрителя этого кинематографа. А на самом деле это зеркало. В этом фильме очень много зеркал. Он и заканчивается взглядом в зеркало. Это зеркало для всего общества. Посмотрите, приглядитесь друг к другу и ко всему функционированию институтов и человеческих отношениях. Не то ли это в принципе, что показал Бертран Блие. Так чего на зеркало пенять, правда, когда рожа крива у всего общества. Поэтому помните еще одну формулу из этого фильма. Мы все в камере, сынок. И поэтому вот просто в этой же камере ты можешь брать большие финансовые обязательства, выплачивать кредиты всю жизнь. Это даже в тюрьме к этому принудить невозможно. А на свободе, пожалуйста, без надзирателя ты сам влезешь во все долги. И поэтому мир – это камера, мир – это супермаркет, мир – это зоопарк. Теперь как посмотреть именно в таком разрезе фильм совсем не смешной. И режиссер Бертран Блие – один из тех редких типов режиссера-аналитика, режиссера-исследователя, который на наноуровне, субмолекулярном уровне показывает вот такую правду, суровую правду жизни. Впрочем, это не отменяет, что фильм веселый французский, остроумный, фривольный, что он соответствует этому жанру гень-йоля, что он построен как череда забавных ситуаций, как будто бы из уличного театра, роуд-муви. Но, опять-таки, вот и в этом тоже тонкости великолепное отличие этого режиссера от других. Он нигде не дает ни плакатно, ни банально, ни вульгарно вот те мысли, о которых я, например, сейчас говорил. Но это для умного достаточно, для того, кого этот фильм в глубину не интересует, он и не будет рассуждать. Он просто скажет, что «Ах, а я лучше думал о Жераре Депардье». Многие, кстати, зрители во Франции в 80-х годах вот такие письма гневные писали и подозревали, что Жерар Депардье действительно гей. Вот как он так правдоподобно сыграл? Нет, это просто так быть, наверное, не можешь. Что-то в этом не так. Но так обычно бывает с фильмом, который ты смотришь, не вникая в текст.